Дорогие друзья, это питомник-гортензия.рф, с вами Андрей Малышев. И сегодня у нас речь пойдет о потрясающей метельчатой гортензии под названием Металлика. Металлика была получена во Франции селекционером Жаном Рно. При том, что сорт получил потрясающие высокие оценки от многих садоводов, кто ее уже себе приобрели, габариты Металлики такие, высота 1,5 метра, диаметр куста до 1,5 метров, длина соцветия может быть невероятной, по размеру в длину достигает до 60 сантиметров и более. И самый интересный ее размер цветка в среднем 6-8 сантиметров, а бывает даже больше. И я сейчас вам это покажу. Гортензия Металлика, вот это, кстати, контейнер я получил от Елены с Барнаула. Это 20-литровый контейнер, возраст этому саженца уже 4 года. Это, можно сказать, такой первозданец, первооткрыватель, с чего началась Металлика. Вот такой красивый, сформированный, шикарный куст у нас уже есть. И давайте я вам покажу Металлику, как она начинает зацветать. Зацветает она, кстати, в цвете. Поначалу цвет лайма раскрывается, потом появляется белая кайма. Вот, кстати, здесь у цветка можно это наблюдать. Вот, видите? И самое интересное, потом вот эта кайма, она начинает аккуратнейшим образом заполняться розовым цветом. Розовый цвет такой немножко ненавязчивый, не особо интенсивный. Но при этом, посмотрите, какая колористика самого цветка. Просто потрясающая. То же самое здесь. Потрясающий цвет, потрясающая, конечно же, палитра. Необыкновенная Металлика. То есть здесь она еще такого, знаете, лаймового цвета. Чем-то напоминает гортензию, какую вы думаете? Пастельгрин. Да, в принципе, ее. В том числе, возможно, есть напоминание гортензии граффити. Сейчас я вам обязательно покажу, как они выглядят. И рядом, смотрите, куст, который более интенсивно красился. То есть здесь вот этот розовый цвет, он становится более красным. Вот, посмотрите здесь. Кстати, хочу еще момент обратить внимание, что, посмотрите, здесь верхушка. Она состоит только из вертельных цветков. И она открытая, как у Даймон Труш, ее видно. То же самое здесь. Здесь, посмотрите, вот она верхушка, ее видно. И вот он сам цветок, ну, цветонос, который держится ответие. И посмотрите здесь, видите, тот же самый куст, вот он, он же. И здесь, за счет того, что цветки очень крупные, они перекрывают вот эту верхушечку. Она практически потом постепенно начинает закрываться. Вот, ну, посмотрите, какой у нее богатый цвет. То есть, колористика самого цветка, конечно, невероятная. Показать очень тяжело, наглядно, потому что это надо видеть вживую. Она реально необыкновенно красиво смотрится визуально. Вот, гортензия металлика редмета. Полученого во Франции. Селекционер Жан Рено. И вот, посмотрите, вот я специально, у нас был экземпляр металлики, небольшой, в трехлитровом контейнере. Вы посмотрите, какой размер здесь цветка. Вот я кладу на ладонь. Вот, видите, вот это вот размер цветка гортензии металлика. И посмотрите, она хоть и зеленого цвета, но прям переливается. Очень, конечно, красиво смотрится. Здесь, посмотрите, не четыре даже лепестка, а вот он, пятый. Позади спрятался. Гортензия металлика. Так, идем дальше. У нас сегодня все-таки большой обзор. И вот металлика полученная была от питомника Лескова. Кстати, вот этот же крупномер был тоже получен от питомника Лескова в трехлитровом контейнере. Елена, кстати, одна из первых, потому что два садовых центра на тот момент имели право продажи гортензии металлика на территории России. Это город Омск и город Барнаул, Алтайский край. И Елена Барнаул, Алтайский край, она, конечно, одна из первых начала активную продажу. Вот в прошлом году, в прошлом сезоне мы ее попродавали в контейнерах 2 литра, 3 литра, и даже литр контейнер, и были даже в Камах. Вот, если кто-то помнит видео, я выкладывал. Елена с Барнаулу прям их и отправляла. Кстати, сейчас, вот если вот такой куст хотите себе заказать, у нее еще 5 кустов таких осталось. Вот, один из них, можно сказать, шестой, он у меня уже. Вот, Елена мне уже прислала его с Барнаулу. Так что, если нужен такой маточник вам в сад, звоните мне, обращайтесь, номер телефона, прикрепление обязательно оставлю. И вы сможете получить вот эту металлику, которая зимовала в Барнауле уже 2 года. Так, ну, давайте переходим плавно обратно, сюда же. Вот это П-9 металлика, которую я получил от питомника Лескова. Вот, посмотрите, какой уже металлический отблеск она потихонечку показывает. Немножко с матовым оттенком, правда. Но вот этот металлический отблеск она дает уже сейчас, визуально уже наблюдается. Посмотрите, это П-9. Вот, реально П-9. Вот в таком чугунке вам, старым, решил показать. Древний чугунок, красивый. Вот, и смотрите. Две ветви, видите, две ветки. П-9. Вот она была с двумя ветками. Я их немножко, чуть-чуть, ее немножко глубже посадил. Вот, конечно же, торф Аграбалт использовал при посадке. Внес удобрение Базакот, потом добавил Триабона через месяц. Вот, и вот корой листницы присыпал. Посмотрите, толщина ветки. То есть, если мы ее весной стриганем, то есть обрежем на раз, две, пара почек, вот здесь вот. И мы тогда получим потрясающий, огромный куст на следующий сезон. Вот, и вот эта потрясающая металлика. Вы посмотрите, П-9. Это вот соцветие второе, вот оно здесь вот спряталось, немножко чуть пожухло от солнца. А вы посмотрите, вот здесь размер цветка. Это П-9. П-9 контейнер. Я не знаю, я просто визуально таких никогда не видел цветков, сколько я П-9 разных не сажал. И полярный медведь, и фантом. Но чтобы вот такую вот метелку дать в первый год из П-9, это, конечно, нонсенс. Посмотрите, красавица. Металлика. Так, ну что, плавно передвигаемся к сорту гортензии Pastel Green. В принципе, у постели Green тоже могут быть очень крупные цветки. Достигать по размеру могут быть большими. Вот. Но соцветие, если обратите внимание, оно получается более рыхлое. То есть, таким вот образом собираются бутоны. Если сравнить ее с металликой, ну, для примера, передвинуть обратно к металлике. То есть, здесь бутоны, видите, более зеленого цвета, более изумрудные. И передвигаемся обратно. И вот она же. Вот такие бутончики. Листья блестящие, глянцевые. Так, здесь вот, смотрите, получается вот такая вот рыхлая метла. Как мы называем, метелка. Но при этом, посмотрите, какая колористика у Pastel Green тоже очень красивая. Она, в принципе, не хуже металлики визуально. Смотрится тоже очень красиво. Но цветки, видите, какие огромные, тоже крупные. Но при этом, как бы, видите, они все-таки рыхловатые по сравнению с металликой. Вот она, Pastel Green. Габариты, кстати, Pastel Green в целом достигают где-то, ну, примерно в районе полутора метров. Та же, к примеру, металлика, она тоже где-то полтора метра в высоту. И больше она не будет полтора метра в диаметре. И вот здесь вот рядышком. Здесь вот визуально, конечно, я прям с ней стою. Мне немножко даже Bonfire напоминает. Но все-таки за счет того, что колористика красок у граффити, она играет по-разному. Вот, обратите внимание, вот она, сама граффити. И вот здесь граффити. И вот здесь она. То есть разница сразу налицо. Вы видите, да, сами цветки у граффити. Граффити неповторяемо красивая гортензия. Видите, из зеленого даже цветочка раскрывается. Вот, и при этом граффити, конечно, она очень уникальна. Мне этот сорт очень нравится. Ее высота где-то полтора метра. Полтора метра в диаметре граффити. Вот, но при этом это, конечно же, не мохито. Здесь интенсивность окраски может быть более яркая. То есть здесь цветок уже внутри вот эту зеленцу потерял. И мы уже визуально видим вот этот цвет именно розово-красный. При том, что некоторые цветки вот так колористически тоже окрашиваются. Необычным образом, видите. Тоже, кстати, есть какое-то упоминание гортензии под названием металлика. Так, давайте посмотрим. Так вот, здесь этикеточку. Куда-то мы ее, видимо, отвалилась она у нас. Ну, не страшно. Но это граффити 100%. Даже не сомневайтесь. Граффити вот она раскрывается. Вот такая вот. Ну, как сказать, не белая. Может быть, немножко даже с зеленцой оттенки. То есть вот он, цветок. Видите, вот такой цветочек. Вот она, граффити. Визуально. То есть и вот она, зеленца тут уже проявляется. Видите? То есть то место, где находилось в тени, оно оказалось более зеленое. А то, что на свету, на солнце, вот оно оказалось более розовое. Ну, здесь цветы, конечно же, по колористике более красные. Вот, в принципе, таким вот образом, отличие, как бы, граффити, пастельгрин и металлика, ну, я бы сказал, налицо, потому что визуально, ну, как бы можно сравнить. То есть абсолютно три разных сорта, которые по-своему, декоративность у каждого своя. И каждый по-своему красив. И в этом случае можно сказать только то, что металлика является, конечно, главным фаворитом сейчас во всем мире, мире гортензии, я бы так сказал, да. Есть, конечно же, бонфаер, который является тоже очень крутым сортом. Кстати, после этого видео обязательно выложу обзор по бонфаеру. Ну, покажу размеры цветков. Ну, посмотрите дальше. Вот, ну и при этом, как бы, металлика, я думаю, в сочетании с любым сортом будет смотреться необыкновенным образом. Высота ее полтора метра, диаметра полтора, цветет с конца июня, начало июля, и до самых морозов, до самого снега. Колористика цветка просто супер потрясающая. Металлический эффект. Огромные цветки, достигающие до 6-8 сантиметров в диаметре. Потрясающий цвет. Вот. Размеры цветков. Вот. Только вдумайтесь, вот даже просто ради интереса я вот решил показать на фоне постель грин. То есть, размеры цветков, видите. Ну, металлики здесь крупнее, конечно, цветок, но постель грин тоже бывают такие же крупные цветки. Необыкновенно красивые, конечно. Просто. А так, сорт, конечно, с богатой, можно сказать, уже историей. Потому что этот сорт был получен во Франции. Селекционер Жан Рно. Презентация сорт состоялась именно в питомнике Лесково. Продавалась она в первый, можно сказать, год только в двух садовых центрах. В городе Омской, город Барнаул, Алтайский край. То есть, именно закаленная в сибирских условиях, можно сказать, гортензия. И при этом она получает, конечно, сейчас потрясающие высокие награды от людей, которые себе уже посадили. Я думаю, что металлика заслуживает настоящее золото на любой выставке. Вот. И я думаю, что у нее конкурентов нет. И вряд ли будет в ближайшее время. Вот. Поэтому гортензия и металлика. Красота для вашего сада. Всем советую. Вот. Думаю, что наше видео было для вас полезно. Наш ютуб канал Розовое Дерево. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Будем делать больше обзоров. Будем показывать поближе. Рассказывать более подробно. Ну, как бы спрашивайте. Я вам буду давать ответы. На те вопросы, которые смогу ответить. Если вдруг я не найду ответа на тот вопрос, который вы мне поставите. В ближайшее время я постараюсь съездить в питомник Лескова к Татьяне Васильевне. И если вы мне зададите вопросы, я задам этот вопрос ей. И, возможно, она сможет на него ответить. Вот. И посмотрим в питомнике Лескова тоже металлику, как она произрастает в открытом грунте. Потому что у нас куст в открытом грунте будет расти только на следующий год. Вот мы ее приобрели. У нас она есть. Если хотите, она есть у Елены. Еще таких пять кустов осталось. Металлики. Вот. И вы сможете выписать для себя. И она вам отправит. У меня есть, кстати, обзор на YouTube-канале Розовое Дерево. Называется «Распаковка гортензии металлика». Вы можете посмотреть, как она грамотно была упакована, в какую обрешетку и как она классно пришла. Вот. Как бы так. Ну, с вами мы прощаемся, но ненадолго. До новых встреч. Гортензия металлика не прощается с вами. А я прощаюсь, но ненадолго. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»